Реттон Мэйс. Очень серьезное нападение Енисея. Зависит от этих задних игроков Реттон Мэйса и Мартина. В итоге Реттон Мэйс попадает из-за дуги. Как здорово он может тоже выходить и решать. Реттон Мэйс. Красивый перевод за спиной. И выходит сразу два очка, набирает. 8 секунд. Реттон Мэйс. Быстрый перевод. И надо уже решаться на атаку. Бросает издалек Север. И попадает. Бросает. Енисея уходит здесь мяч. Реттон Мэйс атакует издали. И еще раз забивает. Гораздо лучше, чем в первой четверг. И гораздо больше. А у Енисея все те же в роли действующих лейтс. Север Реттон Мэйс. Реттон Мэйс. Просто все стоят широко. Просто все разошлись. И Реттон Мэйс решает. Это тактика. Енисея, но эта тактика работает. С 8 очками. Сыграл уже 13 минут. Ксевер Реттон Мэйс. Но этого парня не удержать. 5,2. И упускают кого? Реттон Мэйса. Тот завершает первую половину с 25 очками. Великолепный результат. 14. А рекорд результативности был... В дальней дистанции. Реттон Мэйс еще раз. 14-го владения. Реттон Мэйс. 30 очков. Он дважды точно уже во второй половине. Несколько лидеров находится. Джонсон. Перевалов. И как раз таки Азерис, который две предыдущие атаки развал. Реттон Мэйс. В итоге и он, и Биджей Джонсон промахнулись. Карпен вперед. И можно убегать. Ксевер Реттон Мэйс из угла. Еще одна трешка. И минус 9 у Бармы. Но я думаю, что и к Реттон Мэйсу тоже интерес будет огромный. Против Александра Платунова. И с отклонением. Это рекорд. Карьеры для Ксевера. 39 очков за 28 минут на площадке. Ну да, 9-й результат в истории единой лиги у Ксевера Реттон Мэйса. 39-40. И он уже сравнивается с 6-й, 7-й и 8-й строчкой. И возможно сейчас даже их обгонит. Да, 42 очка Ксевера Реттон Мэйса за 30 минут и 5 секунд на паркете.